Девушки делятся ровно на две категории. Ты либо не ешь после шести, либо изнуряешь себя в спортзале. Третьего просто не дано. Ну что ж, новогодние каникулы закончились, пора в спортзал. Культ тела. Тема сегодняшнего ток-шоу «Токова судьба». Екатерина Заминько, Антон Мартыненко. И мы начинаем с сюжета. Надо подкачаться, надо. Надо подкачаться. Сегодня вряд ли можно найти человека, не озабоченного собственной внешностью. Мы смотрим на спортивных, подтянутых людей, как на идеал, к которому нужно стремиться. Если отражение в зеркале не радует глаз, есть всего лишь два пути. Продолжать сокрушаться, заедая собственное горе ванильной булочкой, либо встать с насиженного дивана и идти в спортзал. Образ успешного, счастливого и красивого человека уже практически неотделим от рельефных бицепсов и кубиков на животе. Если в словаре девушки напрочь отсутствуют такие слова, как фитнес, уэллнесс, детокс, ее шансы в мире сильных и независимых быстро падают. Социальные сети пестрят яркими снимками тренирующихся, потренировавшихся, поедающих тощие куриные грудки с листиком салата и поднимающими за свое здоровье исключительно полезный чай из незабудок. Мы не скупимся на заботу о собственном теле, на очередном витке эпохи возводя его в культ. Друзья, мы приветствуем наших первых гостей. Поэтесса, радиоведущая, фитнес-модель Лола Романович. Лола, здравствуйте. И мастер спорта Республики Беларусь по бодибилдингу, член исполнительного комитета Белорусской Федерации по бодибилдингу Андрей Бородушкин. Здравствуйте. Андрей, пока Антон перечислял ваши регалии, чуть было не закончилось наше ток-шоу, как вам удалось достигнуть всех этих результатов, проводя большую часть времени наверняка в спортзале? Ну не большую часть времени, но достаточную часть времени для того, чтобы добиться определенного результата. Сколько раз в неделю вы ходите в спортзал? Каждый день. Но это действительно не большая часть времени. Что в нашем представлении человек, который каждый день проводит в спортзале? Это такая груда мышц, которая в принципе с трудом проходит в дверные проемы. Не обремененный интеллектом. Человек, который может дунуть на кого-нибудь, да, и он, собственно говоря, сразу упадет. Глядя на вас, вы просто, ну, заметно, что спортивный, подтянутый человек. Спасибо. Правильны ли наши стереотипы о том, что такое тренированный человек? Стереотипы в коре неверны, на самом деле. Абсолютно неверны стереотипы. Я не согласна, Андрей. Когда Андрей снимает пиджак, это, поверьте, груда мышц, это красиво. Так, господа, у нас слишком много женщин в зале, огромное количество перетели экранами, мы не можем больше об этом говорить в теории. Давайте посмотрим. Я поставила вслед за просьбой раздеться мужчинам, поступать предложение раздеться и женщинам. У нас есть фотографии спортзала, сейчас давайте посмотрим на них, как это выглядит. Ну, это Лола Романович, я надеюсь, что вы узнали нашу гостю в студии. Ваши аплодисменты. Девушка действительно находится в шикарной форме, и мы можем посмотреть на Андрея в спортзале. Андрей, вы качаетесь в очках, бывают очкарики-качки? Бывают, бывают. Я хочу сказать, что даже я хожу, о, Андрей. А вот и без очков, собственно, на что стоит обратить внимание. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько времени нужно потратить, чтобы вот такое тело получить? Достаточно. Достаточно там год? Год нет. Год мало? Однозначно мало. А сколько? Три года? От пяти. От пяти лет? Скажите, на что надеются люди, которые отправляются в спортзал за пару недель до отдыха на море? Как говорят, если девушка начала качать прессу, у нее через три часа самолет куда-нибудь на курорт. Если поставить перед собой такую задачу, ну вот надо человеку в течение нескольких месяцев, хорошо, не недель, а месяцев, сбросить лишний вес и приобрести какую-то вот более-менее форму. Это реально? Это реально. От скольки месяцев можно надеяться на результат? Для того, чтобы это было безопасно для организма и не было стрессом для здоровья, я считаю, что это порядка месяцев 3-4, когда будет действительно заметен какой-то эффект. Билдинг после травмы, которую я получил на... После травмы. Кстати, вот у нас есть цитата из Арнольда Шварценеггера, классика. Худшее, что может случиться, я стану обыкновенным, ненавижу быть обыкновенным. Правильно ли мы понимаем? Арнольд Шварценеггер, наверное, никогда не был обыкновенным, а можно ли сказать, что вы были обыкновенным и от этого уходили через спортзал? Да, наверное, был обычным парнем, ничего такого сверхъестественного. Ага, значит, вы сейчас чувствуете себя необыкновенным? Отчасти. Я же у вас на передаче. Сам. Отлично. Вы как-то понимаете, в чем ваше удовлетворение от вложенных сил? От того, что вы идете по улице летом в майке и на вас оборачиваются женщины, или вы приходите в спортзал и на вас смотрят как на эталон, или от того, что вы действительно чувствуете себя здоровым человеком? Я получаю огромное удовлетворение от того, что я чувствую, что я себя нашел. Вот это очень важно в жизни, понимать, что ты находишься на своем месте. Что ты занимаешься тем делом, которое тебе интересно, которое ты выбрал или как свою профессию, и в то же время это же и твое хобби. Для вас это профессия. Лола, для вас, я так понимаю, все-таки это способ быть всегда в тонусе, привлекать внимание мужчин? Нет, для меня это тоже уже давно профессия. Я считаю это своим не хобби. Работа ваша? Работа, конечно, просто это любимая работа. Мне кажется, все мечтают работать, чтобы любимое хобби стало работой. Вот в моем случае это получилось. Подождите, ну а вы тоже каждый день ходите в спортзал? Нет, я не каждый день. Я три раза в неделю, иногда четыре занимаюсь. Мне кажется, этого достаточно. Для девушки вполне достаточно. Это камень ваш огород, Андрей. Нет, нет, абсолютно. Дело в том, что я не выступающая спортсменка, к этому не стремлюсь, не планирую выходить на сцену. Если человек хочет только для себя, вот как-то держать себя в форме, трех раз в неделю достаточно, да, занятия? Конечно, в некоторых случаях, может быть, даже и два раза достаточно. А если вот прям так вот, по-честному, один раз в неделю? Нет, этого абсолютно недостаточно. То есть бесполезно? В принципе, человек тратит в пустую время, посещает тренажерный зал, случай к случаю, там не более одного раза в неделю. Должна быть система, это должно быть регулярно. Если нет регулярного спорта, нет никакого прогресса, на мой взгляд. Гола, ну будем говорить прямо, мы знакомы давно, мы коллеги, ты работала на телеканале СТВ в том числе, я помню тебя тогда, ты была также прекрасна и стройна. На сегодняшний день, да, наверняка что-то подтянулось, что в принципе в одежде не видно. Что для тебя в первую очередь, с чего началось? Потому что не было никаких, как говорят, траблов, да, то есть фигура была хорошая, но тем не менее ты пошла в тренажерный зал. С чего для тебя это началось? Катя, мне как раз казалось, что траблы были, мне как раз казалось, что не все идеально, поэтому я решила немножко похудеть. А в дальнейшем я смотрела на себя в зеркало, видела, что у меня преобразуется, меняется и понимала, что такой вариант меня, мне нравится больше. Культ тела, тема нашей сегодняшней программы, мы вернемся сразу после небольшой паузы, не переключайтесь. Сколько раз в неделю вы ходите в спортзал? Каждый день. Должна быть система, это должно быть регулярно. Если нет регулярного спорта, нет никакого прогресса. В человеке все должно быть прекрасно, как достигнуть гармонии тела и духа. Это ток-шоу «Такова судьба», сегодня говорим о культе тела. У нас еще одна гостья, которая тоже смогла полностью изменить свою жизнь. У руководителя пиар-службы одного мобильного оператора Татьяна Курба. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, как давно вы занимаетесь в спортзале? Два года. Два года. Что произошло два года назад? Что вас подтолкнуло в этот самый спортзал? Кто-то что-то сказал? У меня не было желания как-то кардинально себя изменить. Мне захотелось нового ощущения себя изнутри. Мне захотелось больше энергии, больше какой-то ясности, больше сил, активности. И я поняла, что менять мир вокруг, это, наверное, сверхзадача для меня. Поэтому я решила начать с себя, взяла какие-то тренировочные брюки и пошла в зал. Но у вас были какие-то трудности, я не знаю, с лишним весом, со здоровьем? Вы это делали? Ну, по нынешним меркам, я сейчас понимаю, что проблемы с лишним весом, конечно же, были. Тогда я этого не ощущала. В общем-то, в плане фигуры и внешности меня все устраивало. Не устраивало, какая-то усталость в организме, отсутствие энергии, невозможность что-либо делать вечером. Ну, то есть такая прибитость. Я понимала, что у меня очень серьезная работа, я устаю, к вечеру ты чувствуешь себя просто выжатым лимоном. Татьяна, ну вот действительно, многие считают, что совмещать работу, тем более, которая достаточно сложная, требует и умственной, и в том числе, и физической нагрузки, что уж там говорить, несовместимо с занятиями в спортзале. Чаще всего мы слышим о том, что у нас нет времени. Кто крадет, у кого время, работа или фитнес? Мне, кстати говоря, очень нравится доказывать людям на своем примере, что было бы желание. Потому что я, как никто другой, могу сказать, нет времени. У нас есть огромное желание посмотреть фотографии. Давайте посмотрим, что у нас было. Это было. Это прям вот, ну извините меня, такое до. Такое до. А вот осталось. Браво. Сколько времени между двумя этими фотографиями? Между этими двумя фотографиями ровно полгода. Полгода? У нас тут говорят специалисты, что 5 лет нужно, чтобы без вреда для здоровья. Вы спросили о другом. Мы говорим о построении мышц. Ага. А на моем примере мы видим банальное похудение. Я похудела за 4 месяца, причем сделала это совершенно безболезненно для своего организма, потому что, придя в спортзал, она начала интересоваться и тренингом, и темой правильного питания, и режима, и так далее. Татьяна, ну на примере этой фотографии, я так понимаю, что вы стали улыбаться больше, когда изменились? У меня кардинально изменилась жизнь, я стала больше улыбаться, я стала более энергичной, я стала более эффективной на работе, и это на самом деле видно, это отмечает мое руководство, я стала более открытой, позитивной, то есть все характеристики со знаком плюс, которые можно придумать, их можно дальше перечислить. Самое главное, я стала абсолютно уверенным в себе человеком. Это помогает в работе в том числе. Это помогает в жизни, это помогает в отношениях, это помогает в дружбе, это помогает в целом, по жизни. Когда ты понимаешь, что ты не зависишь ни от чего мнения, ты понимаешь, что там кто-то дышит тебе в спину, но тебе это абсолютно все равно. Татьяна, но это не желание доказать что-то кому-то, в первую очередь. Нет, это желание быть лучшей версией себя. Обратите внимание, цитата. Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказать. Гармония, гармония. Я сейчас выступаю как адвокат людей, которые, наверное, с вами работают, Татьяна, которые не ходят в спортзал, которые наблюдают за вашими изменениями всеми. И, ну, я вам скажу по-честному, конечно, такие веселые, улыбающиеся и спортивные люди напрягают друг друга. Вы знаете об этом? Вы слишком много улыбаетесь, это раскрешает. Видимо, я нахожусь в такой гармонии с самой собой, что я не замечаю какого-то напряжения. Но, должна сказать объективно, очень многие люди, мои коллеги, глядя на то, как я хожу в спортзал после работы, как я веду спортивный блог, они собрались и пошли в зал. Они звонят мне, спрашивают, к какому тренеру в том или ином зале лучше пойти, какую тренировочную программу выбрать и так далее. Татьяна, вопрос. Действительно, как вам удалось, занимаясь самой, привлечь еще такое количество подписчиков, читателей, чтобы люди действительно прислушались к вашему мнению? Это искренне, это изнутри, здесь нет никакого напряга, нет никаких поток, нет никакого желания кого-то опередить, быть, кого-то повторить и так далее. Это умение красиво написать или на собственном примере доказать, что стоит идти заниматься спортом, правильно питаться. Умение красиво написать, это немножко в другой плоскости, это профессионально. Я, например, когда почитываю иногда ваш блог спортивный, я ставлю себя на место девушки и вот читаю, когда вы пишете девочке, вот совет, как там накачать, например, пятую точку, да, и девушка сразу думает, так, а что-то у меня с пятой точкой не все в порядке, она там считает, что у нее все отлично, она такая вся идеальная, а со мной что-то не так. Так, друзья, вот на этой оптимистической ноте мы переходим к нашему следующему гостю, психолог, член Ассоциации телесно-ориентированной терапии Наталья Мазура. Наталья, я знаю, что у вас есть другое мнение относительно вот этого всего фитнес-безумия, которое творится в последние годы в мире. Я бы не сказала, что это другое мнение, да, скорее я придерживаюсь взглядов о том, чтобы была действительно гармония и гармония, которая исходит от реальных потребностей человека, от реальных потребностей его тела, его душевных и духовных, да, каких-то запросов внутренних. И на самом деле многое зависит от характера человека. Характер человека зависит у нас во многом от того, как он сформирован, начиная с детства, и фигура человека в том числе отражает характер человека. И потребности тоже могут быть разными. И здесь вообще на самом деле очень много разных подводных камней, разных, скажем так, обоснований, да, того, почему это хорошо или почему это немножко минус. Вы гармоничны? Вы себя ощущаете комфортно? Да. Но то, что вы говорите сейчас, это правильно для людей взрослых, сформировавшихся, у которых уже устойчивое мировоззрение, но если говорить про девочек-подростков, которым там по 14-15-16 лет... Как им понять, что если они вдруг не могут похудеть, то, возможно, у них такая конституция, им это, конечно же, дастся, может быть, просто с большим трудом? Как это можно убедить, когда вот перед глазами у тебя фотографии Тани Курба, которая говорит, вот, я смогла, и ты сможешь? Ну, во-первых, в этой ситуации важно, чтобы девушка не оставалась одна, эмоционально-психологически. При этом важно, чтобы, ну, от чего она может страдать? От того, что у нее нет эмоциональной теплой поддержки мамы, близких подруг или еще кого-то, где она может себя чувствовать полноценной просто по факту рождения. Наталья, но вы не считаете, что эти люди себе, не себе, а окружающим что-то доказывают, отправляясь в этот самый спортзал? В зависимости от того, как это преподносится, да, есть те, кто доказывают, доказывают не столько окружающим, сколько себе самим внутри, да, там, где на фотографиях искусственные улыбки натянутые, там речь идет о том, что если снять вот эту маску социальную, как бы счастье, то человек на самом деле страдает от того, что... ...поснимался, сказал спасибо тренеру, пошел домой и все, забыл про это. Нет, надо же каждый шаг показать. Или все-таки это агитация здорового образа жизни. Я хотела бы сказать о себе. Пожалуйста, Татьяна. Если зайти в социальную сеть, в которой я и многие другие публикуют фотографии в спортзале, то на примере моего профиля можно увидеть очень тонкую грань. Я никогда не культивирую спорт и только спорт. В моей жизни есть друзья, работа, личная жизнь, очень минимальная. И спорт. И спорт. И я пытаюсь людям сказать, будьте, пожалуйста, гармоничны в своей жизни, наполняйте ее по максимуму, но ни в коем случае не циклитесь. Вот я знаю примеры других профилей в социальных сетях, когда ты открываешь и понимаешь, человек зациклен. Это плохой пример. Лола, вы себя считаете зацикленной? Ну раз это ваша работа. Когда-то же рождаются стихи? Конечно. Когда-то же находится время на работу, на увлечение, на хобби. Я же не буду делать селфи, как я пишу стихи за компьютером, правильно? То есть для того, чтобы выкладывать фотографии в социальные сети, тоже нужен повод. В моем случае чаще всего, да, это спортзал. Но у меня еще бывают праздники, дни рождения, презентации друзей, концерты. В том числе не зациклена я настолько, чтобы исключительно спортивные фотографии. Почему идет небольшой такой перегиб в сторону той мысли, что люди, которые часто посещают спортзал, которые выкладывают те же фотографии, которые говорят своим друзьям о том, что они, ну допустим, не так злоупотребляют едой, алкоголем для того, чтобы быть в хорошей форме. То есть уже начинается перегиб в ту сторону, что этих людей считают не совсем психически нормальными. Не совсем психически нормальными. Конечно, максимализм излишний, он в любой сфере не есть гуд, как по мне. Но в данной ситуации мы можем рассматривать две крайности. Да, есть, допустим, фитнес-клубы, есть ночные клубы. Кто-то каждую ночь зависает с коктейлем алкогольным, а кто-то... Абсолютно верно. Лола, ну смотрите, но... Вот был какой-то момент, извини, прошу, была ли это гранью Лолы, когда уже подумала, что, ну, пора немножечко притормозить. Это уже перебор. Каждый день спортзал, это много. Андрей, это в твоем случае. Большой вес, это много. Камень мой огород. Да нет, на самом деле это немного. Вопрос только в том, насколько ты можешь это гармонично сосчитать со своей основной деятельностью. Я, допустим, это мое хобби. То есть то, чем я занимаюсь... На самом деле, я скажу честно, я занимаюсь, кроме того, что фотографируюсь и пишу и в фитнес-блоге, и статьи на крупном белорусском портале о фитнесе, я еще много чем занимаюсь. Мы не говорим о том, что вы зациклены только на спортзале. Скажите мне, пожалуйста, мы живем в Беларуси, у нас такой менталитет, у нас не принято чем-то хвастаться. У нас, когда люди встречаются, они говорят, не как у меня все хорошо, а как у меня все плохо. Вот поругал себя, и тогда, слава богу, вы, вы, Татьяна, девушки, которые вот такие накаченные, красивые, фотографируют сами себя, выкладывают в социальные сети. Вы на какую реакцию вообще рассчитываете? Вот предполагаете, что сидят две девушки, ваши подруги Лола, и одна говорит, Лен, ты видела, какая Лола красивая? Да, ты посмотри, как она это сделает. Антон, вот здесь, абсолютно, я не жду, что я буду нравиться всем. Я считаю, что исключительно позитивной реакцией быть не может, и это хорошо. Негативная реакция, она даже больше показатель успеха во многом, чем позитивная. Я здесь не соглашусь, пожалуй. А количество лайков, в принципе, оно пропорционально вашим успехам в тренажерном зале? Количество лайков для меня ни в коем случае не является ориентиром, потому что я, вот, социальные сети, это такая мизерная часть моей насыщенной жизни, что я даже не, мы столько об этом говорим, но оно недостойно того, чтобы об этом столько говорить. Фитоняши, кто это и с чем их едят? Ответ сразу после рекламы. В ток-шоу такова судьба. Я не жду, что я буду нравиться всем. Я считаю, что исключительно позитивной реакцией быть не может. Самое главное, я стала абсолютно уверенным в себе человеком. Куриные грудки, листики из салата, чай из ромашки и час на беговой дорожке. Не жизнь, а сказка. Культ тела. Тема сегодняшнего ток-шоу «Такова судьба», и мы продолжаем. Наталья, скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые занимаются вот так вот спортом, изнуряют себя, потом вот занимаются таким самолюбованием, я сейчас не про присутствующих, а просто про тенденцию. Она все-таки уйдет рано или поздно? У нас потом придет культ, я не знаю, рубинцевского тела, женщины побегут из спортзала в рестораны быстрого обслуживания, будут наоборот набирать массу. Как вы считаете, это все мода или все? Мы вот пришли к этому на века. Это период говорить о том, насколько это пойдет дальше или не пойдет. На сегодняшний день, например, в элитных психологических центрах Москвы специалисты говорят о том, что есть уже достаточно большое количество молодежи, которая приходит на лечение. На лечение. На лечение. И этих людей так любовно называют фитнесманами. Фитнесманы. Да. Это уже искажение личности. Это же болезнь какая-то, я так понимаю. Да. Ну, как любая мания, как любая зависимость. Это ограничение круга общения достаточно сильное. То есть это как алкоголизм, как граммания? Это зависимость от образа тела, это пищевые расстройства различные, это разрыв мозга. Из-за чего это происходит? Из-за зацикленности. Из-за огромного количества картинок. Нет. Ну вот мы узнали от профессионалов, что вот такая форма, Андрей, да, вы сами сказали, что человек в такой форме там два дня в году, да? Три дня в году. Ты подводишься под соревнования, и это очень долгий процесс, и трудоемкий, ты не можешь находиться вот в этом пике очень долгое время. Скажите, а потом что происходит, если не тренироваться? Человек совсем теряет форму или, в принципе, находится в таком состоянии, что никогда в жизни никто не скажет, что... Все зависит от дальнейшего образа жизни. Если человек не профессиональный спортсмен, а любитель, то, скорее всего, он впадает в депрессию, потому что пока он тренируется, у него формируется очень сильная зависимость от образа тела. Когда этот образ тела он теряет, у него ломается мозг. И потом они уже приходят к лечению. Смотрите, у нас цитата. Бог дал вам тело, которое может вынести почти все. Ваша задача убедить в этом свой разум. Но имеется в виду, что человек способен на любой подвиг и... Главное, голову не терять на пути к подвигам. Совершенно верно. Друзья, у нас в речи прозвучала фамилия великого живописца Рубенса. Именно в этот момент проснулась наша гостья, искусствовед Валентина Андросова. Валентина, мы рады вас приветствовать. Хотели бы поговорить... Хотели бы услышать защиту, несколько слов защиту женщин как раз-таки таких пышных форм, которые раньше были, в общем-то, модными и актуальными. Девушкам куда считалось... Многих художников. И прозвучала фамилия Рубенса. И, конечно, в то время пышная женщина, это считался символом женственности. Женщина с небольшим преувеличением физическим, а значит, она физически способна, а значит, она способна подарить мужчине любовь и подарить ребенка. В средние века, например, немножко даже преувеличивали образ вот этого животика. Тело было более вытянутое, потому что идеалом женской красоты в Средневековье была Дева Мария, Божья Матерь. И рождение ребенка как раз-таки как символ женственности. Долгие века у многих художников был такой эпицентр женского тела и символ женственности. И, наверное, во всех картинах, уже начиная с возрождения, мы можем пронаблюдать, что кубиков там нет. Давайте вспомним, что в старостовянском языке слово «живот» означало слово «жизнь». «Не пожалеть живота своего». Да, именно поэтому. Шансов у Лолы и у Татьяны, наверное, в те времена вообще не было на то, чтобы они нашли себе кавалера. В античность, потому что тогда как раз-таки спорту придавали... Вы можете выбрать время, куда вам переместиться, если что, в прошлое. Я думаю, нас вы откормили, если что. Скажите, мы говорим о том, что, да, вот женщины, которые были пышных форм, как раз-таки мужчины судили по ним, что они могут дать здоровое потомство. А что с мужчинами было, скажите? Мужчины всегда был пульт такого здорового тела? Древние греки и римляне, они качались, и как раз-таки дух у них отождествлялся именно с физической формой. А вот наши предки, лет сто назад, двести лет назад, люди, которые жили вот на территории современной Беларуси, насколько я понимаю, все-таки тогда... Я думаю, они качались в поле. Да, нет, нет, но мы говорим не про плестиан, а про людей более благородного происхождения. Я уверен, что считалась худоба недостатком и среди мужчин, и среди женщин. Да, конечно, это символ, во-первых, когда человек нездоров, женщина, значит, она нездоровая, она мужчину не привлекает, потому что она не подарит ему потомство и так далее. Валентина, может ли быть это связано с тем, что все-таки не было тех средств, методов, возможностей худеть, как сейчас? Но я еще считаю, что тогда не было этой зацикленности, тогда не было идеи того, что я могу, как женщина, свое тело каким-то образом трансформировать и сделать вот этот новый идеал. Потому что прежде всего сохранялась духовная составляющая. Мы сейчас очень много говорим о женщинах и о женском начале. Хотелось бы поговорить о том, что многие дамы, которые увлекаются не фитнесом, наверное, все-таки в первую очередь бодибилдингом, они наоборот убивают свое женское здоровье, потому что используют препараты, которые... Ну еще и голодание, наверное, тоже не добавляют. С соревнованиями, то есть нужно объяснить, наверное, должно прозвучать, наверняка, из ваших уст. На самом деле, да, очень многие девочки, которые наблюдают за инстаграммами профессиональных фитоняшек, им кажется, что это нормально. Давайте объясним, что такое фитоняшки? Фитоняшки, это фитоняшка в моей трансляции. Это девушка, которая абсолютно зациклена на фитнесе, на ПП, так называемом правильном питании. Это девушка, у которой в жизни никаких других интересов, кроме пойти прокачать свою пятую точку, нет. Она просыпается в обед, идет в спортзал, публикует в социальные сети свою еду, потом публикует свою тренировку, приходит домой ложиться спать, и так каждый день. Девушка, которая абсолютно зациклена. В моем понимании это есть фитоняшка. В моем понимании фитоняшкой может быть любая девушка, которая не просыпается в обед и не идет в спортзал, которая ходит на работу, которая выглядит спортивно, которая собой являет пропаганду здорового образа жизни и абсолютно не обязательно зациклена на этом. А можно выглядеть спортивно и хорошо без спортзала? Я думаю, что на самом деле да. Похлопайте, пожалуйста, единственного человека, который так считает. Спасибо вам, Андрей. Ну, каково условие? Конечно, многим повезло с генетикой, да? То есть есть люди, которые рождаются изначально, они могут много кушать, они могут не ходить в спортзал, они будут выглядеть идеально. Есть люди, которые умирают на тренажерах, и тем не менее им дается с огромным трудом. Действительно ли так тяжело быть таким, каким ты хочешь себя видеть в зеркале? Действительно тяжело, но это вопрос самореализации, если ты поставил... Самоконтроля, наверное. Самоконтроля. Если ты поставил эту цель, ты идешь. Вы знаете, мы почему-то не затрагиваем такой аспект, как состояние здоровья человека. У человека могут быть банальные проблемы с сердцем, с почками, с гормональным фоном. Он может убиться в спортзале. Человек этот не будет рассказывать об этом всем подряд, когда у человека спрашивают, почему у тебя лишний вес. Он подумать об этом должен. Ведь лишний вес, он рождается не только потому, что человек слишком много ест. Причин может быть масса. И если ты понимаешь, что ты ходишь в спортзал, ты достаточно правильно питаешься, ты не употребляешь какие-то очень вредные продукты, но ничего не меняется, заходи к врачу, проверься. Диета — это не голодание. Диета — это образ питания. Это культура питания. Вы знаете, мы только что обсуждали, что было раньше в моде, какие были тела, что было сейчас. На мой взгляд, не должны абсолютно все быть спортивного телосложения. Не должны абсолютно все быть стройными. Обычно эту фразу говорят люди спортивного телосложения. Почему? Люди должны быть разными. Это очень важно. Если мы все станем одинаковыми, будем копировать друг друга, потеряется весь смысл. Андрей, скажите, пожалуйста, с какого возраста, как вы считаете, правильно приводить своего ребенка в спортзал? Думаю, лет с трех-четырех. Даже с трех? С трех-четырех? Да. И на какой вид спорта? На любой, пожалуйста. На фигурное катание отдают деток в три-четыре года. Рядом с вами сидит Иван. Ванечка начал заниматься с трех лет. Вань, скажи, пожалуйста, здесь можешь сказать правду. В три года, когда ты пришел в спортзал, это твое было желание или тебя туда повели? Мое. Ты сам так захотел. Папа был не при чем. Папа был не при чем. Ребенку выбрать самому, вид спорта, которым он хочет заниматься. Безусловно, но немного позже. То есть это, конечно, не в три-четыре года, это уже ближе к десяти годам. А какой режим у ребенка? Сколько раз в неделю он занимается? Я думаю, что надо начинать не более двух раз в неделю. Два раза в неделю, там по часу, по полтора, да? Даже не по часу. Ты подводишь ребенка в фитнес или в тренажерный зал в процессе игры. Это сочетание не только спорта, это и психология детская, это и, ну, здесь все. Здесь надо четко понимать, что ребенок, он формируется, он растет, развивается. Не нужно в него вкладывать то, что ему потом в жизни будет. Не надо своих тараканов, не надо на него передавать. Ваня, у тебя есть любимое какое-то упражнение? Нет. Тебя не научили еще, как настоящий бодибилдер, и целовать свой бицепс? Дотягиваешься до него? Не вырос пока. Нет. Нет еще пока, но все впереди. Хорошо, пропустили вот этот момент, три года старше немножечко. Человек решил пойти в спорт в 50 лет. Замечательно. Прекрасно. Противопоказания. В этом-то и уникальность фитнеса, как культуры, как спорта, это то, что он универсален. Человек может прийти в юном возрасте, уже состоявшемся в 25-30 лет. Он может прийти в 40 лет. Нет ограничений возрастных. Допустим, если мы берем то же самое фигурное катание. Очень яркий пример. Мы все любим его смотреть. Девочки юные, красивые, танцуют. Все замечательно. Во сколько они уже ветераны? К 20 годам. Я стоял на сцене с человеком, который имел замечательное телосложение. Ему было 75 лет. Андрей, как бы мне не хотелось обходить тему стороной, но, конечно, девушки в спортзалах выглядят суперсексуально. Вы с ними занимаетесь. Скажите, а вот взаимоотношения с их мужьями. Их не смущает момент того, что вот такой человек, такого сложения? А сколько женщин вашу фотографию показывали своим мужьям? У вас никогда не было проблем? Нет, у нас не может быть ничего. Это всего лишь фитнес-мужья. Муж никогда не приходил со словами, так, это значит моя, увижу. Нет, абсолютно. Только попробуй подойти. Абсолютно не было. Ну, в моем жизненном опыте такого не случалось. Может быть, это случалось. А я хочу спросить у девушек здесь присутствующих. Не было ли проблем с вашими вторыми половинами, что вы ходите в тренажерный зал? Зачем? Ты красивая. Я вам скажу так. С моим молодым человеком ситуация была такая. Когда мы познакомились, он не занимался в спортзале. Затащила. Я его не тащила. Конечно. Я не показывала ему свои статьи. Я его никоим образом не пыталась в свою веру обратить. Он вечером перед телевизором такие легкие приседания. Ни слова. Он просто видит, на каких оборотах, с какой энергией я живу. И он мне говорит, скажи, пожалуйста, а это потому, что ты спортом занимаешься, образ жизни у тебя правильный, да? Я говорю, абсолютно верно. Человек посмотрел на меня и пошел в спортзал. Теперь ты можешь покушать, наконец-то, да? Впервые за три месяца нашего знакомства. Сам дошел до этой мысли. Друзья, сразу после рекламы нас с вами ждет грандиозный сюрприз, феноменальное возвращение одной из наших героинь. Я думаю, вы помните ее по самым первым выпускам ток-шоу «Такова судьба», но вы ее точно не узнаете. Не переключайтесь. Пышная женщина – это считался символом женственности. Фитоняшки – это девушка, у которой в жизни никаких других интересов, кроме пойти прокачать свою пятую точку, нет. Как в погоне за красивым телом не потерять содержание. Это ток-шоу «Такова судьба», и мы продолжаем. Диана Герасимова – личность яркая и эпатажная. Став героиней одного из первых выпусков ток-шоу «Такова судьба», быстро завоевала популярность. Раз рукой, ногой макнуло, потом так это «Ха!» И улыбоку прыжки просто отвалились по сторонам. Хотя оказалось, что за отчаянной бравадой человека пышных форм прячется ранимое и нежное существо, тяжело переживающее несовершенство собственного тела. Бесконечные попытки приблизиться к заветным 90-60-90 лишь загоняли еще глубже в депрессию. И все могло закончиться очень печально. Друзья, Диана Герасимова у нас в студии. Встречаем. Диана, можно ручку повернуться вокруг своей оси. Вот так вот присаживайтесь. Ну а теперь, собственно, предсказываем первые комментарии к нашей программе относительно вас. Это же всё не своё. Ну почему же? Всё своё. Рассказывайте. Уже моё, да? Уже моё, уже родное. Ну что я хочу сказать. Значит, всем девушкам, кто смотрит эту передачу, женщинам, чей вес составляет больше 65 килограмм, я хочу сказать, что нужно вот просто вот с этой самой минуты начать есть на полведра меньше. Это первое. И тогда мы вполне возможно когда-нибудь получим такой результат. У нас сейчас фотография. Секунду. Давайте посмотрим. Это сейчас справа? Нет, справа. Сейчас я на 17 килограмм ещё похудела больше. Ещё похудела? Да, ну конечно. Ну вот, наверное, это одна из последних фотографий. Ну, немножко. Немножко. Это вот самое. Это всё один человек или четыре разных, как говорили про Карла Маркса и Энгельса? Нет, всё я. Это всё один человек. Браво. Диана, давайте с той точки, когда вы решили всё поменять. Что произошло? Я пришла в детский сад, выбежал один мальчик, увидел меня, сыночек не видел, и он говорит, Даниэль, там твоя толстая мама за тобой пришла. Ой. После этого я решила, что нужно что-то делать. И шутки шутками. Причём не с ребёнком, а с собой. А с собой, да. Я хочу сказать, что вот без ложной скромности я действительно прошла ад. Это очень тяжело. И понимаете, я занимаю руководящую должность, и когда я приходила просто обессиленная от бесконечных диет домой, укладывала спать сына, он ещё не спал, я уже фактически, что называется, закатывалась, и я понимала, что он уснёт, и ночью мне нужно встать. Я одевалась просто действительно со слезами на глазах. Я бежала по 17 километров, и когда мне казалось, что я уже просто не могу, открывалось действительно какое-то второе дыхание, и было очень… Я купила велосипед, я ездила по 35, по 40, я выучила километров. Какой результат, Диана? Сколько удалось сбросить килограммов? Ну, минус 53. Половина человека! Половина человека! Диана, сколько времени? За сколько времени это произошло? Восемь с половиной месяцев. И я хочу сказать, что и сейчас я всего лишь приблизилась к финишной прямой. Это ещё не окончательный результат, и я занимаюсь боксом, и да, у меня кубики на животе. Я так понял, что ребёнка всё-таки вы не простили того, да, вы пошли на бокс. Я ему напротив, я ему очень благодарна, и я хочу сказать, что… Когда-то произойдёт то фееричное возвращение, да, в детский сад. Меня они уже не узнают. Конечно, я прошла ряд операций, и мне очень обидно, когда мои знакомые мне говорят, ну, конечно, она пошла к пластическим хирургам, всё убрали, всё отрезали, выбросили, и всё чудесно. Но вы поймите, что откачать жир со всего тела, лица, головы и ног, ну, это же невозможно, вы же понимаете это. Да, можно что-то подкорректировать, но не более того. Скажите, сейчас вы с тобой довольны? Я абсолютно не стремлюсь к худопадлым, вот что называется, этим девушкам, худым косткам. Мне кажется… Простите, худые костки. Мне кажется, это очень приятно, когда тебя люди не узнают. Я хочу сказать, что, ну, при всём при том, вот на данный момент, может быть, там, да, кто-то скажет, что ещё надо подхудеть, подкачаться, но, тем не менее, друзья мои, Мерлин Монро и мои параметры сейчас просто сантиметр в сантиметр. Но, Диана, осталось ли у вас хоть что-то от той старой доброй Дианы, которую мы помним? Садитесь ли вы до сих пор на шпагат? Конечно. То есть это такое качество, которое никуда от вас не уйдёт? Мы на слово, в данном случае мы поверим вам на слово, да. Да, демонстрации достаточно. Хорошо. Я хочу… О, начинать! Ну, только надо, чтобы кто-то… Ещё аплодисменты побольше у нас тут с пакатом. По-пакатом. По-пакатом. Параминки. Отлично. Спасибо. Ещё раз напоминаю, что такую тему для программы мы выбрали не случайно. Позади новогодние праздники, нужно приходить в форму. И у нас вопрос ко всем нашим гостям. Ваши советы. Для людей, которые… Ну, спорт не является вот такой серьёзной частью их жизни. Что делать? Как прийти в форму быстро? На мой взгляд, ни в коем разе нельзя, опять-таки, включать максимализм, да. Перестать есть кардинально. И какие-то радикальные методы сразу. Во всём нужна мера. Всё нужно делать постепенно. И резко начинать тренироваться по пять часов в день. Переставать есть. Если это тоже абсолютная глупость, мой взгляд на эти вещи таков, что нужно очень аккуратно, без фанатизма и не сильно стартовать, не быстро стартовать. Всё понятно. Андрей. Самое главное – это не навреди. Надо заниматься самореализацией и искать душевную и физическую гармонию. Татьяна. Я хотела бы сказать, что нужно выбирать правильные цели для себя. То есть выбирать целью не какой-то конкретный образ тела или цифру на весах, а качество жизни. Могу на своём примере сказать абсолютно точно. Тело спортивное, тело, которое находится в постоянном движении, оно даёт совершенно другое ощущение себя. И это потрясающее ощущение, ради которого я снова и снова прихожу в спортзал. Нужно только попробовать. Наталья. На самом деле есть тот тип людей, для которых прийти в гармоничное состояние гораздо комфортнее в спокойном темпе и в состоянии удовольствия. И наслаждение от жизни. Да, просто в другом, переключившись от обилия еды во что-то другое. И тогда в этой ситуации могут быть полезными, например, массажи. Занятие очень великолепный вариант, тайский массаж. Там, где есть работа ещё и в паре. В баню можно сходить. В баню. Да, то есть найти то, что сейчас для меня будет комфортно. Гармонично. Гармонично. Отличное слово, гармоничное. Друзья, и вот именно этим словом мы бы хотели завершить нашу программу. Ходите в спортзал, не ходите в спортзал. Это только ваш выбор. Главное, чтобы вы были в гармонии с самим собой. Делайте то, что вам доставляет удовольствие. Таковаться с вами, Екатерина Забинько, Антон Мартыненко. Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»